друзья всем здравствуйте меня зовут юрий это канал тик так мир мир японских часов сегодня у нас прям действительно целый мир часов три модели и обзор 1 почему потому что модели по сути одинаковые расскажу вам про все модельки технически абсолютно повторюсь одинаковые единственная разница в дизайне и в люминофоре например и где-то немного в материалах используемых при изготовлении корпусов и ремешков давайте начнем с данных двух моделей это street серия право модель с n и 541 слева с n и 543 по сути это одна и та же модель street серия но обращать сразу на себя внимание внешний вид часов так у модельки слева безель без краски то есть обычный металлический безель матовый многие любят именно в таком варианте чтобы безель слева соответственно модели же с идет с черным покрытием здесь также металлический безель но он крашеный кому как нравится по поводу циферблатов и там и там текстура очень хорошо видно причем это небольшой обман зрения сам циферблат ровные циферблаты здесь к тому же солнечные батареи и никакой текстуры на них вообще по сути нет но создается очень интересный зрительный эффект что они как будто с текстурой механизм моделях установлен в 157 это солнечный механизм то есть питание от любого источника света искусственного естественного любого по сути при этом дата есть данный механизм и но нет вечного календаря для кого-то это плюс для кого-то может быть несущественный минус но даты здесь к сожалению нет зато есть водозащита 200 метров заводная головка закручивается задняя крышка закручивается и самые внимательные уже прочитали что это часы у нас оказывается дайверские дайверские 200 метровые часы с фирменной волной цунами на задней крышке эта серия проспект считается больше молодежными спортивными часами недорогими то есть доступными по бюджету может быть поэтому здесь стоит стекло минеральная это хардликс не сапфир ремешок каучуковые в одной во второй да и в принципе в третьей модели при этом бакли стальные здесь все красиво все нормально ремешок мягкий обычный стандартный каучуковый ремень но почему-то тренчик на данных моделях также резиновый под цвет ременя и видимо в этом определенная фишка именно этих часов состоит в другой модели соответственно ремень черный и тренчик также черный поскольку это дайверские модели то люминофор здесь есть и он приличный это lumi bright светит нормально то здесь все стандартно для сейка никаких сюрпризов нет сюрприз в люминофоре есть у модельки пади это с n и 499 специальная версия сотрудничестве со всемирной организацией дайверов организация называется пати люминофор здесь двухцветный и в том числе на безеле согласитесь очень эффектно очень классно также на данной модели циферблат как будто бы текстуирован под волну но это опять же солнечная панель циферблат ровный на самом деле но создается впечатление как будто под волну очень красиво здесь безель также металлический со вставкой pepsi скорее всего это прозрачный пластик и сложно понять на самом деле видно что не краска поскольку цифры нанесены как будто под слоем прозрачного пластика но выглядит очень достойно безель одноповоротный в другую сторону не крутится щелчки мягкие приятные безель немного туговат не думаю что это особенности на этой модели скорее всего они все так крутятся версия пади идет синим ремешком уже железным тренчиком вот он выглядит гораздо достойнее также на бак ли есть надписей к на предыдущих моделях не было видимо не зря все-таки эта модель чуть чуть дороже чем на те две предыдущие защитный кожух также синего цвета и мы подошли к одному из самых интересных фактов об этих часах это часы в корпусе тюна или так называемый ту нет в чем его смысл на картинке сейчас вы ясно видите что сам стальной корпус располагается как бы в защитном кожухе в данном случае мы имеем пластиковый кожух который крепится тремя винтами корпусу таким образом защищая ваши часы от каких-то ударов падений трясок и иных повреждений скажу что это очень популярная фишка сейка часто использует именно тюна корпус том числе в дорогих marine master и лично мне нравится классно да действительно очень и интересная задумка от компании сейка задвинем заводную головку часы пойдут специально и вытащил чтобы стрелки не перекрывали надписей к уже очень быстро они убегают срок работы часов полной темноте 10 месяцев при полном заряде аккумулятора часы не крупный диаметр стекла составляет 29 миллиметров по безелю это 40 миллиметров высота здесь 46 миллиметров толщина 12,5 миллиметра при этом полный диаметр примерно 46 миллиметров что однако не вызывает никакого дискомфорта на руке часы сидят шикарно напомним небольшой запястье 17 сантиметров давайте подведем итоги что сказать хорошего про эти часы вы знаете за свои деньги в районе 30 тысяч рублей стоит все модельки и 1 2 3 часы очень даже неплохие судите сами солнечная батарейка дата водозащита 200 метров модные или необычные тюна корпус как хотите он в принципе и модный и необычный хороший размер что часы садятся на любую руку без проблем да и весит эти часы 97 грамм что согласитесь совсем можно сказать невесомая кстати есть модель на браслете видео превью вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу вашего экрана подытожим еще раз легкие стильные водозащищенные часы на солнечной батарейке в классном корпусе наверное на лето может быть в зал такое я вижу применение данной модели на этом заканчиваю всем спасибо не забывайте подписываться делиться видео заходить к нам в соцсети всем жму руку всем пока носите самые лучшие часы и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»